Свежие ягоды и фрукты бланшированы на пару в собственном соку без добавления сахара. Все витамины и вкусовые качества, все сохранено. Предпринимательница не скупится, просит снимать пробу. Конфитюры правда необычные, смешанные из ароматов ягод и фруктов. Приятнее всего оренбургская терпкая калина. С кислинкой конфитюр из ананаса, а мед расходится еще быстрее. Его собирали пчеловоды близ города Бузулук. Эти девушки-предпринимательницы ежегодно принимают участие в сельскохозяйственной ярмарке. Вот и сегодня привезли в Полевской полтонны меда. У нас шесть номинований. Есть донник, есть разноцветие, есть гречишный, есть подсолнечник. На другом пятачке городской площади расположилась предпринимательница из Сухоложского района. Краснокожий картофель Рецкарлетт, выращенный в селе Курьи, привлекает горожан. Для какого района? Сухоложский район, село Курьи. Нам, значит, она пойдет? Конечно, пойдет. Наша местная, наша урожайская. Она разваристая или как? Кашу не делается, но готовится быстро. Вкусная, рассыпчатая картошка. Покупатели узнают, что красный картофель с мелкими глазками и желтой мякотью не темнеет при варке, хорошо переносит засуху. Людмиле Потаповой приходится объяснять полевчанам все о красном картофеле и даже о его урожайности. Она уже знает, что многие огородники Полевского в этом году получили низкий урожай картофеля. Вот она и обещает не оставить их в беде. Дефицита не будет. Запасают на зиму, кто сам не выращивает или выращивает в малых количествах. Или у кого просто не уродилось. Так что дефицита в этом нет и не будет. Побывать на ярмарке и уйти без покупки без рассудства смеется представитель шадринского питомника. Его продукция – плодово-ягодные культуры. В основном сорта свердловской селекции. Удивляются полевчане, что такие огромные яблоки снимают на Урале. Это вот, допустим, краса свердловская. Наиболее такое сладкое, вкусное яблоко. В общем-то, самое вкусное на Урале, с пятибалльной оценкой вкуса, хранится до мая месяца. Мне нужно обновить участок. Вот я и решила обновить. Ну как? Обновить решила. Ну, хорошее дело вообще-то. Мы садоводы очень рады. Покупаем. Я вот каждый год покупаю здесь. Сегодня купила малину и, сейчас скажу вам, гибрид вишня-черешня. А тем временем Александр удивляет покупателей необычным сортом малины. Говорит, эта ягода называется столичная. Она сладкая, ее кусты не колючие и не дают много поросли. Сейчас в наличии есть два сорта. Один сорт ремонтантный, один простой, не ремонтантный. И ремонтантный сорт надежный. Это вот более такие темные ягоды. Размер у них где-то до 8 грамм бывает. Посмотришь на сельскохозяйственную ярмарку со стороны и кажется, что в Полевском двухдневный праздник. А в отделе по развитию предпринимательства, торговли и услуг подтверждают эту мысль. Говорят, что эти ярмарки проходят в Полевском уже традиционно в восьмой раз. И стали одним из значимых культурных и социально-экономических мероприятий. Осенью 2011 года о своем участии заявились 65 участников. Удивляет, что многие из них имеют личные подсобные хозяйства. Еще одно отличие нынешнего сезона – расширение ассортимента помидовой продукции, по плодово-ягодным кустарникам и цветам. Вот, к примеру, представленные на ярмарке фуксии вызывают ажиотаж. А вот это фуксия Royal Velvet. Так и записано в каталоге, что сорт гигант. Величиной смой кулак. Цветок. Сегодня ярмарки для производителей – это возможность расширения непосредственной коммуникации с потенциальными покупателями, поставщиками и субподрядчиками, которые также заинтересованы в получении информации и налаживании связей. Каждый предприниматель сможет отследить рыночные тенденции и оценить позицию своего предприятия или хозяйства. Также на открытых торговых мероприятиях можно проанализировать отклики посетителей о качестве и ценах. Ольга Фролова, Евгений Просиков. Новости нашего города.